Пенсия В республике продолжается реализация мероприятий по предотвращению паводковых наводнений в регионе, а это в первую очередь строительство гидротехнических и ремонт берегоукрепительных сооружений на территории Карачева-Черкесии. Об этом сообщил глава республики. В этом году досрочно завершили капитальный ремонт километровой дамбой на реке Большая Алаба в Предгорном районе. Теперь новое сооружение поможет защитить от угрозы затопления более 30 жилых домов и приусадебных участков, в которых проживает свыше сотни жителей Карачева-Черкесии. Кроме того, продолжается капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в море на реке Кубань, а также в этом году планируют досрочно начать ремонт дамбы на реке Уруб. Вопросами формирования и реализации информационных кампаний, ориентированных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи в современных условиях, задавались участники круглого стола, который прошел в Центре молодежного и инновационного творчества в Черкесске. О том, к каким выводам они пришли, расскажет Фатима Даурова. Молодежь республики, занимающая активную гражданскую позицию, одним фронтом выступила за создание особой стратегии в вопросах патриотического воспитания. Она касается механизмов и инструментов сотрудничества блогеров и государства, а также успешных практик взаимодействия. Мероприятие разделено на два блока. Первое – это презентационное, в рамках которого, как представители Министерства по делам молодежи, представители экспертного сообщества Федерального центра знаний МАШУК, представители служб безопасности Министерства внутренних дел Карачаева-Черкесии, модераторов, собственников тех или иных информационных аккаунтов, площадок, выступили и рассказали, чем в настоящее время они занимаются, какие результаты есть, в каком направлении движемся. В обсуждение участвовали известные блогеры и инфлюенсеры республики. Актуальным прозвучал и вопрос безопасности в медиапространстве. Представители правоохранительных органов в своих выступлениях призвали лидеров общественного мнения быть максимально ответственными в подаче информации, учитывая уровень влияния на массы. Вопрос профессионализма и компетенций должен быть бесспорным. В рамках осуществления нашей деятельности основными принципами являются принцип открытости и прозрачности. И как раз суть данного мероприятия – рассказать о том, чем мы занимаемся, рассказать о том, насколько на сегодняшний день является важным, нужным, стратегически необходимым гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, послушать проблемы, видения, предложения и инициативы. Круглый стол стал важной платформой для обмена опытом и разработки новых подходов к вопросам патриотического воспитания молодого поколения, а также создания у них правильно выстроенной гражданской ответственности. Фатима Дорова, Либастана, Вести, Карачаево, Черкесия. У памятника Хайсия Хачирова в ауле Карджур Карачаевского района чествовали представители рода Хачировых, которые совершили восхождение на восточную вершину Эльбруса в июле этого года. Осмотрите подробности. Шесть человек – представители рода Хачировых, среди которых и девушка, 23 июля в 2 часа ночи вышли в путь со стороны штурмового лагеря и направились на самую высокую вершину Европы. Рассвет того же дня, 23 июля, команда уже встретила на восточной вершине Эльбруса на высоте 5621 метр. Участников восхождения чествовали в ауле Карчурт. Слова благодарности и восхищения собравшиеся выразили всей команде – Тимирлану, Марату, Артуру, Руслану, Марьяне и руководителю экспедиции Мурату. И от фамильного совета рода Хачировых вручили благодарственные письма. Отметили в этот день и представители рода, которые защищают интересы родины, участвуя в специальной военной операции, а также победителя этапа Кубка мира по грэплингу – Хамида Хачирова. Совершили восхождение на Эльбрус, возложили там цветы и наши фамильные. Мы учреждали фамильный совет знамя. Но это все, я хочу сказать, это патриотическое воспитание молодежи. 195 лет тому назад официально первое восхождение на самую высокую вершину Европы и России совершил Хачиров Хейса, которого называют Келар. Вот. Каждый год, каждый год, особенно в юбилейный год, спасибо большое Хачировым, они организовывают вот такого рода мероприятие, чтобы мы не забывали нашего первого восходителя. Мы давно планировали восхождение. В этот раз мы решили идти нестандартным маршрутом. Маршрут был очень тяжелый. Седловины на восточную вершину. Снега было очень много, но молодцы, все выдержали. Мы на вершине сказали пламенную речь, очень обрадовались, что зашли. И, конечно, в первую очередь, хвала Всевышнему, что мы поднялись. И хвала Всевышнему, что мы спустились. Спускались мы также по очень нестандартному маршруту, так называемая мотоциклетная площадка такая. Мы спускались очень по такому сильному склону. Ну, хвала Всевышнему, все дошли, все с задачей справились. Спасибо им за это. Событие, на самом деле, очень интересное, значимое. Вот. Так мне представляется, по крайней мере. И это было посвящено 195-летию. Что будет на 200 лет, это будет сюрпризом. Восхождение на Эльбрус руководитель экспедиции Мурат Хачиров совершает уже в четвертый раз. Флаг, который они поднимали в этом году на восточную вершину Эльбруса, он передал руководителю рода Хачировых Магомеду Хусеевичу. Вы дали нам задание зайти на Эльбрус. Мы, как ваши младшие братья, сестры, племянники, внуки, взошли на Эльбрус и вот это знамя хотим передать вам. В завершении мероприятия собравшиеся совершили обряд дуа по усопшим предкам, а жителям всей республики и страны попросили у Всевышнего мира и процветания. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия, Карчур. С 1 августа у работающих пенсионеров увеличится пенсия. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсии по старости и по инвалидности, из-за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Августовский перерасчет пенсии зависит от зарплаты пенсионера. Чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет 3 пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг. Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсии, происходит автоматически. Поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику. Радиотелевизионный передающий центр Карачева-Черкесии предупреждает о возможных перерывах вещания радио- и телевизионных каналов, связанных с работами на телебашне в Черкесске до 9 августа. РТПЦ приносит свои извинения за причиненные неудобства. «Безопасность детства» – так называется всероссийская акция, в рамках которой спасатели и сотрудники МЧС Республики проводят профилактические мероприятия. В Черкесске на базе Центральной спасательной станции школьникам рассказали о правилах поведения на водных объектах. Подробности у Али Баташева. Демонстрация спасательного и водолазного снаряжения увлекает с первых минут. Рассказ о том, как правильно вести себя на водных объектах, проходит в форме дружеской беседы. Спасатель Сергей Жирняк напоминает три основных правила безопасности. Быть в головном уборе, купаться только под наблюдением взрослых и в строго отведенных для этого местах, лучше на пляже. Купание в речке опасно. Она имеет свойство менять русло, плюс на ней течение. Может быть и коряги, битые бутылки, все что угодно. То есть нужно купаться только в строго отведенных для этого местах. Сейчас пора отпусков лета, пора отпусков родителей и пора школьных каникул у детей. Хотел бы обратиться, чтобы родители не оставляли своих детей самостоятельно вблизи воды, вблизи водоемов, озер, потому что это чревато опасностями. Купальный сезон в республике открылся 1 июня и продлится до 15 сентября. Марк Ткачев любит купаться на пляже парка «Зеленый остров». Вода спасает от жары и делает отдых приятным. Главное – не забывать о правилах безопасности. Не заплывать, забыти, далеко от родителей не уходить, не баловаться. При возникновении чрезвычайной ситуации детям не следует проявлять героизм и пытаться спасти утопающего самостоятельного. Лучше сразу привлечь внимание взрослых и обратиться в службу спасения. Спасатели показали, как водолаз с командой извлекают из воды макет пострадавшего. Герой был удостоен громких аплодисментов. Мне понравилось, как плавали водолаз, и там этот баллончик, я его еще никогда не видела. Эти лодки мне тоже понравились сильно. Они цветные, они вроде надувные были. В завершении встречи сотрудники МЧС вручили детям памятки о правилах безопасного поведения на водных объектах и пожелали приятного и безопасного летнего отдыха. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Насладиться красивыми пейзажами и чистым воздухом, познакомиться с самобытным колоритом Карачаева-Черкесии, охладиться в летнюю жару и погрузиться в сказочную атмосферу. С такой целью приезжают туристы на медовые водопады из Малокарачаевского района. Репортаж Дарья Тендит. В горном ущелье, в окружении пещер, отвесных скал и цветущих лугов разместились медовые водопады. Своё название «Завораживающее место» получила благодаря старинному преданию. Раньше здесь гнездились пчёлы, летом соты размывало, по скалам стекали струи мёда, и вода становилась сладкой. Радужные брызги водопадов завораживают взгляд и целебным образом воздействуют на организм. Сегодня это излюбленное место оценителей, захватывающих дух пейзажей из разных уголков России. Первым делом приехали на медовые водопады. Здесь, конечно, красота до мурашек. Очень красиво, зелено. Пейзажи, конечно, Кавказ завораживает своими горами, поэтому нас манили горы. У вдоволь нагулявшихся и насладившихся природными красотами есть отличная возможность сменить обстановку и заодно расширить кругозор, заглянув в расположенный рядом маленький этномузей. В нём собраны интересные экспонаты, которые знакомятся с историей и бытом карачаевского народа. Старинные фотографии, предметы обихода, национальные костюмы, ремесленные изделия из кожи и металла – многим из них больше века. Прикоснувшиеся к истории туриста оставляют отметки и приятные пожелания. Люди, которые приезжают и отдыхают, не только просто чисто физический отдых. И вот познавательная часть, сегменты отдыха сейчас очень превалирует. Большинство – все довольные. И я думаю, что наше кавказское гостеприимство, еда экологически чисто, активный отдых – всё это в сумме даёт хороший результат. Рядом с музеем – маленький зоопарк. В аккуратных загончиках обитают различные животные. Они ухожены и здоровы. Их можно потрогать и покормить специальным кормом, что и делают отдыхающие с большой охотой. Были в музее, кормили барашков, смотрели на антикварные вещи. Всё нам понравилось, всё здорово. Чудесный воздух, чудесная атмосфера, замечательные люди, очень довольны. Раньше тут порхали пчёлы, а теперь гуляют туристы и наслаждаются живописными видами нашей республики. Дарья Тензи, Талиб Астанов, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Далее смотрите интервью с генеральным директором управляющей компании «Архиз» групп компании «Монтера» Романом Киранчуком. С ним беседует Альбина Ламкова.